Проблем у переселенцев, как вы знаете, много, и мы не хотим стать таким, знаете, как вы, обузой для громады местной. Поэтому громадская организация «Донбасс-Украинский» в основном старается объединить и объединять людей активных, которые не рассчитывают ни на гуманитарную помощь, ни на какие-то подачки, а в принципе стараются сами добиться каких-то проектов, каких-то инвесторов для постройки жилья и плюс сами открыть свой бизнес. Для этого, в принципе, громада была создана, чтобы стать помощью людям, которые могут открыть, написать бизнес-планы, но чего-то они не знают, это помощь, и плюс помочь им сориентироваться на этом рынке. Вы немножечко должны понять, что есть люди, которые когда успокоятся, какая-то ситуация на Востоке, кто-то туда вернется. Но многие семьи туда не смогут вернуться до тех пор, пока там не будет установлена именно украинская власть и не будет там гарантирована безопасность. В эту, в такую вот, как бы, часть вхожу и я, потому что я активный участник Киевского и Евромайдана, и активный участник всех, где можно было побегать с флагом, флагом и что-то доказать. Я ходила и в военкоматы, ходила и в милицию, везде, то есть, ну, в таких списках я туда не могу вернуться. Вот такие люди будут вынуждены остаться здесь навсегда. То есть, вопросы временных каких-то общежитий, каких-то перебываний, ну, для таких людей не подходят. И это целые семьи. Есть многие заброшенные здания. Если можно, вот, мэрия, пусть пересмотрят насчет этих зданий, чтобы могли бы, вот, я, например, не могу возвращаться обратно, откуда я вышел, потому что я на стороне Украины с первых дня, вот, знает заместитель мэра. И, просто, моя семья сейчас живет в гостинице. У меня растет сын, и мы забросили все, только не я, все, жилье со всеми удобствами. И, если можно, вот, по просьбам мэрии, вот, пересмотрите заброшенные здания, чтобы можно было восстановить и жить в этом здании. Эта программа, действительно, мае быть государственной, и она мае быть комплексной и залучением, действительно, святовых структур. Потому что мы не первая страна, и мы прекрасно понимаем, не остальная страна, которая попала в такую беду. В свете уже отработаны механизмы, и поэтому, действительно, правильный шлях – это самоорганізація, в том числе, переселенцы, структури, чтобы и святовые структури, и государство мали партнера по работе. То есть, например, если есть святова структура, которая надает помощь, они должны иметь юридическую структуру, с которой они спорят, или они дают помощь по житлу, или по развитию бизнеса, то есть, если дают какую-то помощь для того, чтобы начать свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова